Привет! С вами Павел Колесов, я сейчас нахожусь в Сан-Франциско и хочу показать вам второй подвесной мост через залив. Мост двухъярусный, если видите. По одному и по второму ярусу идёт движение машин. Очень красиво. И я обещал с вами поговорить про тюрьму Алькатрас и про тюрьму, которая в голове у каждого человека. Ну, у каждого, у большей части людей. Тюрьма, внутри которой находятся люди, ну и с большой долей вероятностью вы в том числе, это мысли о том, что я этого не могу. Или я с этим не справлюсь. Или я этого не достоин. Или у меня это не получится. Причём, в чём подлась поганой ситуации, это мысли в голове, которые люди не отслеживают. А когда они это не отслеживают, они не могут с этим ничего сделать. Они не могут этому сопротивляться. Они не могут это исправить. Поэтому я предлагаю вам очень простое задание. Вы берёте, выписываете список того, чего вы хотите в своей жизни, себе. Каких результатов вы хотите достичь. А потом смотрите, выписываете по поводу этих целей и желаний, что у вас там в голове есть. Что вы там думаете про это? Можете ли вы этого достичь? Способны ли вы этого достичь? Получится ли у вас этого достичь? Если не надо себя обманывать, не надо так рвать на себе на груди мая и говорить, да, я всё это сделаю, у меня всё это получится. Просто спокойно вот возьмите и напишите. Достойны ли вы этого? Сможете ли вы этого достичь? Получится ли? Для чего это нужно? Чтобы вы начали разбираться с той тюрьмой, которая у вас в голове есть. С теми мыслями, которые мешают вам идти вперёд. С теми убеждениями, которые мешают вам двигаться дальше и достигать тех целей, которые вы хотите. Так что вы пишите свои цели. Желания, мечтания, стремления, чего вы там хотите. А потом вы пишите, что вы думаете по поводу их достижения. Насколько они достижимы для вас. Насколько вы сможете всё это дело реализовать. Насколько у вас всё это дело получится. Я гарантирую, вы удивитесь. В большей части людей вообще нету целей, желаний, мечтаний, стремлений. У тех, у которых есть, относительно большей части того, чего они хотят, в голове убеждения. У меня не получится. Я не достоин. Я не смогу. О, колокольный звон. Правду говорю. Мне бы хотелось, чтобы вы это изменили. Потому что я сейчас нахожусь в Сан-Франциско. Тут отличная погода. Всё просто супер. И вот этот мост, это второй мост. Через залив Сан-Франциско. Когда строили первый мост, существовало мнение, что невозможно построить такой длинный мост без опоры, который будет только навесной. То есть люди говорили, писали в газетах, утверждали, нет, это невозможно, нет, это не получится. Нет, такое никогда не может произойти. Однако, разработчик моста сел, прописал проект, реализовал. И мост уже, по-моему, свыше 100 лет отлично работает. Это о том, как можно выходить из той тюрьмы, которая есть у вас в голове. Я очень надеюсь, что вы сможете совершить побег из этой тюрьмы из своего личного алькатраса, который лично вас ограничивает в движении к тем целям, которые вы хотите. Чтобы каждый день вашей жизни мог быть наполнен радостью, удовольствием, везением, счастьем, наслаждением. Это возможно, если вы этого захотите и если вы к этому готовы. К сожалению, человека нельзя заставить быть счастливым, но человек может захотеть выбрать быть счастливым. А для них нужно разобраться, что у вас там находится в голове по поводу вас и по поводу ваших целей. Ну что, я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если оно вам понравилось, нажмите внизу, пожалуйста, на кнопку «Мне нравится», лайк и порекомендуйте его своим друзьям. А с вами Павел Колесов из Сан-Франциско. Пока-пока и до встречи в следующих видео.